МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Житковичи готовятся к проведению областных дожинок. С преобразованиями, которые происходят в городе, ознакомились наши корреспонденты. Куда пропадают люди? И кто поможет в поисках? В актуальном интервью программы. В 2019 году Минск принимает вторые европейские игры. Как готовиться к континентальному спортивному форуму Гомельская область и какие бонусы может получить? А также все о наиболее ярких культурных событиях недели в традиционном обзоре. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. Повышение эффективности совместной работы органов местного управления и самоуправления по развитию территорий плюс поддержка частных инициатив. Эти вопросы на уходящей неделе обсудили депутаты Национального собрания Республики Беларусь и областного совета. Выездное заседание прошло на базе двух районов Жлобинского и Будокошелевского. Если изучать практику достойную распространения, то на лучших примерах с этой точки зрения посещение Жлобинского района понятно и логично. Сегодня на этот регион приходится почти 14% промышленного производства Гомельской области и 26% экспорта. Кроме того, здесь накуплен значительный опыт частного государственного партнерства, в том числе по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества. Сравнительно недавно здание бывшей райсельхозтехники находилось в предаварийном состоянии. На аукционе его приобрело одно из местных торговых предприятий, руководство которого решило освоить еще один вид деятельности. Мы задумались, чем это здание занять. И родилась идея построить на базе этого здания современный медицинский центр. Новый медицинский центр решили сделать действительно современным оборудованием только последних поколений. Квалификация врачей не ниже первой категории. Несмотря на то, что центр работает всего полтора месяца, среди его пациентов уже есть жители не только Жлобинского, но и Светлогорского, Рогачевского, Будокошелевского, Кармянского районов, а также Гомеля и Бобруйска. Депутаты знакомятся с созданными условиями и интересуются проблемами, сдерживающими частную инициативу. Сегодня и в республике разворачивается работа по поддержке инициативных деловых людей, по их воспитанию, если даже взять, скажем, систему образования, она должна готовить таких ребят для того, чтобы сегодня значительную долю, скажем, того экономического потенциала страны наращивать за счет негосударственных или во взаимодействии с государством умных, талантливых, я бы сказал, предприимчивых и инициативных людей. Административно-территориальный округ номер 3 города Жлобина. Здесь депутатам рассказывают об опыте эффективного решения вопросов органами местного самоуправления, начиная от строительства детских площадок с привлечением средств жителей ближайших домов до оснащения этих домов системами видеонаблюдения, также за средства местных жителей. Органы общественного самоуправления сегодня вообще способны решать многие задачи, волнующие людей. Изменение режима работы магазина, который работал допоздна, жильцам было много жалоб от жильцов, что перенести время окончания работы сделать на более раннее время. То есть это было сделано, перенесено. Успешной реализации местных инициатив Будокошелевский район можно считать пионером. Первые проекты по созданию комфортных условий проживания на сельских территориях здесь реализовывали еще в 2010 году. Начинали с инициатив в рамках программы развития Организации Объединенных Наций. Сегодня многое делается своими силами. Пятиклассница Уваровической средней школы Катя Журова вместе со своим отцом реализовала проект «Как жили наши предки», в рамках которого впервые был создан макет поселения 15-16 веков. Теперь по нему местные школьники будут изучать историю родного края. В центре, как символ духовности и культуры нашего народа, стояла церковь. Некоторые мельницы и кузницы были известны с 14-15 века. По бокам, вокруг, точнее, часто строились деревянные оборонительные стены, которые защищали панскую усадьбу и жилое строение для его слуг и ремесленников. В плане реализации местных инициатив жители Будокошелевского района вообще оказались достаточно активными, хотя, по большому счету, ничего необычного в этом нет. Конечная цель всех проектов – улучшение качества жизни самих сельчан. Эту мысль в Будокошелевском районе подтверждают на примере Уваровического центра детского творчества. Главный приоритет в его деятельности – личность ребенка, его индивидуальность и творческий потенциал. В рамках реализации одного из проектов по программе развития ООН здесь открыли многофункциональный зал, где можно проводить концерты, собрания и ярмарки молодежных инициатив. Депутаты национального собрания такую практику приветствуют и говорят, о необходимости устранения препятствий, мешающих реализации общественно полезных предложений и в связи с этим дебюрократизации государственного аппарата. Первый шаг мы, конечно, сделали большого государства – это создав систему одного окна. Это несомненно. Но, естественно, теперь мы продолжаем выходить на новый уровень, связанный и с работой электронного правительства в стране, и с переходом на электронные документы оборот. И, конечно, мы гораздо в большей степени даем возможности людей решить свой вопрос через цифровые технологии. Олег Сентюров, Анна Ковалева, Валерий Копанько, телерадио компания «Гомель». Новости недели. Житковичи готовятся к проведению областных дожинок. 17 ноября здесь подведут итоги сельскохозяйственного года и наградят лучших тружеников села. С преобразованиями, которые происходят в городе, ознакомились наши корреспонденты. Местные жители говорят, что после завершения всех работ Житковичи станут совсем другим городом. И не только внешне. Ни одно десятилетие среди наиболее актуальных проблем ряда микрорайонов было отсутствие ливневой канализации. В связи с чем в дождливую погоду улицы буквально скрывались под водой. Сейчас об этом можно забыть. Новый вид приняла и главная улица Житковичей – Советская. Ее не только благоустроили, но и расширили в два раза. К областным дожинкам Житковичи получат и новый стадион. Здесь действительно все новое – и газон, и трибуны. При том, что только городским стадионам спортивная инфраструктура не ограничится. На территории первой средней школы, например, построили спортивный городок для молодежи. О требованиях, которые предъявляются к вводимым объектам, можно судить по восстановленной автостанции. За 37 лет эксплуатации здесь проводился только косметический ремонт. Реконструкция здания с благоустройством прилегающей территории обошлась почти в 400 тысяч рублей. Соответствующее средство выделил Гомель «Облавтотранс». Он же собственными силами провел и все необходимые работы. Использовали силы своего предприятия. В первую очередь, это нашим стройучасткам. Мы проводили все ремонтные работы. Это позволило сэкономить порядка 30% строительных работ. В данном случае мы сделали все качественно, вовремя, в срок и дешево. Среди сделанного на Житковической автостанции замена кровли, утепление фасада, ремонт зала ожидания. В Гомель «Облавтотрансе» считают, что сейчас это одна из лучших автостанций на Полесье. Местные жители с такой оценкой в целом согласны. Виктория Яхно стала первым пассажиром, который приобрел билет на реконструированном вокзале. Говорит, что еще когда была студенткой, часто пользовалась услугами автотранспорта. А потому хорошо помнит, каким это здание было раньше. Это как будто два разных объекта. Сейчас, безусловно, здесь все очень красиво, все очень современно, уютно, тепло. И находиться здесь одно удовольствие. Залы ожидания просто радуют глаз. Объект, которым также гордятся в Житковичах, один из корпусов второй средней школы, построенный почти 60 лет назад. Некоторое время он был закрыт в связи с аварийным состоянием. Сейчас можно с уверенностью утверждать, проблема решена. Занятия здесь начнутся в начале следующего года. По словам руководства райисполкома, сегодня запланированные к областным дожинкам работы выполнены примерно на 75-80%. Все остальное будет обязательно завершено до начала праздника тружеников села. Кстати, ежедневно на помощь строителям и дорожникам приходят местные жители, которые занимаются работами по благоустройству. Кроме того, каждые выходные в Житковичах проходят общегородские субботники. Ведутся работы, дневное, где-то и в ночное время. Готовность высокая. Остаются небольшие страхи, которые нужно завершить. Все заверили, всех все получается. У нас находится на ежедневном контроле. Вся работа. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели из Житковичей. Вы смотрите новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. И сейчас вашему вниманию короткий обзор от службы информации. Член Совета Республики Национального Собрания, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков посетил предприятие «Гомельстройматериалы» и ознакомился с работой его подразделений. Он прошелся по цехам завода, узнал о перспективах предприятия и пообщался с коллективом в формате открытого диалога. Социально-экономическое развитие страны, сфера образования, поддержка материнства и детства. Спектр тем, затронутых на встрече, был широким. Гомельщина лидирует по количеству включенных в хозоборот объектов коммунальной собственности. За 9 месяцев этого года хозяев обрели 333 таких сооружения. Фонд «Гомель-облемущество» провел почти 90 аукционов, в том числе 35 с установлением начальной цены в одну базовую величину. Большое количество объектов приобреталось для организации производства, торговли и оказания услуг. Сейчас «Гомельщина» не только имеет лучший показатель в республике по количеству объектов, получивших вторую жизнь. Она единственная, кто выполнил более 50% от годового плана, а точнее 67%. Всего до конца года в хозоборот планируется вовлечь почти полтысячи объектов. В «Гомеле» определили лучшего диспетчера подразделений по чрезвычайным ситуациям области. На областном конкурсе, который проходил уже в четвертый раз, собрались 12 лучших представителей со всего региона. Участникам необходимо было продемонстрировать хорошую теоретическую подготовку, психологическую устойчивость и умение разговаривать на английском языке. Победителем стал Павел Глусцов из областного центра оперативного управления МЧС. Сейчас он готовится к республиканскому соревнованию. В «Гомеле» состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, приуроченный к столетию Октябрьской революции. На мероприятие пригласили ветеранов труда, представителей власти, общественных объединений и молодежь. Во время торжественного собрания много говорили о роли Октябрьской революции. С советского опыта суверенная Беларусь взяла самое лучшее. Свидетельство тому – социально ориентированная экономика. Также на собрании озвучен текст приветственного адреса к потомкам 2067 года. Капсула с ним будет торжественно заложена 7 ноября. В Гомельской областной библиотеке провели международный форум «Диалог культур», а также открыли детский отдел после реконструкции. Здесь изменили не только интерьер, но и пополнили фонды. Непосредственно в самой библиотеке презентовали издание работ Франциска Скорины. В 22 томах все известные тексты белорусского первопечатника. Фоксимильное издание теперь появится во всех районных библиотеках Гомельщины. Это стало возможным в том числе и благодаря сотрудничеству библиотек разных стран. Сложно поверить, но ежегодно в Беларуси в адрес правоохранителей поступает более 10 тысяч заявлений о пропавших людях. Кого-то находят в день обращения, поиски других же могут растянуться на месяцы и даже годы. Эксперты заметили, статистика начинает расти осенью. Связано ли это с порой сезонных депрессий или сезоном тихой охоты? Однозначно сказать сложно. Куда пропадают люди и кто поможет в поисках? Об этом в актуальном интервью программе рассказал официальный представитель Управления внутренних дел Гомельского облсполкома Виталий Пристромов. Сложно представить, но знаем, ежегодно в Беларуси поступают около 10 тысяч заявлений о безвести пропавших. Насколько актуальна эта проблема для нашего региона? Действительно, ежегодно мы регистрируем более тысячи сообщений от наших граждан о том, что их родные или близкие пропали. И здесь по каждому конкретному факту мы проводим доскональную проверку. Что это значит? Это по вызову выезжает следственная оперативная группа, и там работает эксперт, следователь, оперуполномоченный, участковый. Мы по крупицам собираем необходимую информацию, чтобы найти человека. В результате на сегодняшний день из более чем тысячи сообщений реально объявлено в розыск 148 человек с начала года. И 88 нам удалось уже найти. То есть по факту, чтобы зрителям было понятно, пропало не тысяча людей, а всего лишь десятая часть? Совершенно верно. То есть поступили сообщения от людей, которые не были уверены в том, что их родственник вовремя вернется домой. Зачастую в течение суток мы находим людей, и тогда уже естественно, что розыскные дела не заводятся и не проводятся дополнительные оперативные мероприятия. Как понимаю, причины в основном одни и те же, и что приятно, в большинстве случаев они не касаются криминала? Совершенно правы. На сегодняшний день мы не можем говорить о том, что по каким-то поправшим без вести есть криминальный след. А причины... Хотя рассматриваются любые варианты изначально. Совершенно верно. Мы не можем исключать. Любая версия берется за основу, как рабочая. Но на сегодняшний день у нас нет фактов того, что человек пропал и есть какой-то криминальный след. На самом деле причины, по которым пропадают наши граждане, довольно банальны и лежат на поверхности это отношения в семье. Возьмем, к примеру, на самую большую категорию пропавших граждан, которых у нас более ста, это люди, которые уехали за границу на заработки. В основном это люди, которые злоупотребляют спиртными напитками, и естественно, что здесь в семье их за это по головке не гладят. Плюс то, что у нас еще и работодатели в Республике Беларусь довольно суровые и не очень любят, чтобы их работник начинал утренний день с опохмелки. Поэтому они едут в Питер, они едут в Москву для того, чтобы там почувствовать иллюзию свободы, так называемой. Они приезжают, получают аванс, естественно, который сразу пропивается. И получается, что они остаются без средств существования, а многие же вообще без сотовых телефонов едут туда. И поэтому они теряют любую связь с родственниками, и родственники начинают здесь бить колокола и говорить, что их человек пропал. Самое интересное, что некоторые после и вовсе не планируют возвращаться, хотя наши специалисты готовы оказать поддержку и помощь. — Совершенно верно. У нас есть такие случаи, когда люди осознанно идут на то, чтобы порвать любые связи со своими родственниками и сбежать за пределы Республики Беларусь. Яркий пример этого года. В 2002 году был объявлен розыск гомельчанин. Родственники обратились к нам. 15 лет мы не слышали, ничего не видели. Но в этом году нам удалось установить, что он находится в Смоленске. Там благополучно живет, имеет работу. Семью не обзавелся. Но когда поступил запрос и его опросили наши коллеги из полиции России, он сказал, что «А зачем вы меня ищете? Я не считаю себя пропавшим без вести». Двигаемся дальше. Для осени 2017 особенно актуальна проблема пропавших грибников. Урожай в лесах более чем серьезная, рекордная, скажем прямо. Что говорит статистика? На самом деле статистика по пропавшим без вести именно в лесах она не такая серьезная, как литры или же там огромные килограммы замаринованных или засушенных грибов. Начиная с грибного сезона, вот это вот берем август, сентябрь, октябрь, начало октября, у нас было зарегистрировано 12 случаев, когда необходима была помощь сотрудников милиции в розыске тех, кто пошел на тихую охоту. К слову, нужно будет отметить, что все эти случаи, они закончены благополучно. У нас нет ни одного летального исхода, и всех мы благополучно нашли. Здесь необходимо сказать о том, что должная экипировка и подготовка к выходу в лес играют очень большую роль. И в завершении достаточно распространенное, непонятно, почему миф «пропал человек, ждем три дня и только после обращаемся в милицию». На самом деле это действительно миф, который не имеет под собой никакого обоснования. Не нужно ждать ни суток, ни трое суток, ни более. Как только вы считаете, что у вас пропал человек, он не вернулся вовремя домой, любые ваши попытки с ним связаться, не уменьшались успехом, немедленно сообщайте об этом милицию. А точнее, действуйте по очень простому алгоритму. В УВД Гомельского сполкома есть бюро регистрации несчастных случаев. Телефон 703-700. Девушка и операторы работают круглосуточно, и они собирают информацию со всех медицинских учреждений города Гомеля Гомельской области. Труп, не труп, они все это знают. Они моментально соединятся и посмотрят, доставлялся ли ваш муж знакомый в медицинские учреждения или же нет. А затем уже начинайте звание 102 и вызывайте сотрудников милиции. Приедем и поможем. Спасибо большое за интервью. Только хороших новостей. И до встречи в эфире «Беларусь-4». Спасибо. В 2019 году Минск принимает вторые европейские игры. Этот континентальный спортивный форум обещает стать самым масштабным в истории суверенной Беларуси. Столица готовится встречать гостей и спортсменов. Совершенствуются спортивные и туристические инфраструктуры. Опыт проведения таких мероприятий у Минска есть. Чемпионат мира по хоккею 2014 года прошел на высоком уровне. Гомельская область также не остается в стороне от подготовки ко вторым евроиграм. И рассчитывает не только на медальные бонусы во время их проведения. Продолжит Максим Савин. Все спортивные баталии вторых европейских игр пройдут в Минске. А вот готовятся белорусские атлеты к соревнованиям будут в том числе и в Гомельской области. Спортивные объекты, находящиеся на территории нашего региона, вполне позволяют эффективно это делать. Еще одна сторона медали – это туризм. И вот тут открываются возможности для нашего региона. В первую очередь для туристической сферы. Путь к Минску немалой части гостей и участников будет пролегать по территории Гомельской области. Большую работу в следующем году придется провести именно по достойному приему спортивных делегаций и комфортному их нахождению в процессе движения по территории Гомельской области непосредственно на наших прилегающих кафе, автозаправочных пунктах каких-то ремонта и так далее. Но это будет касаться даже не только спортивных делегаций, сколько и большого количества туристов, спортивных туристов, которые ожидаются. Поэтому здесь, конечно, уже непосредственно Гомельский регион будет работать очень активно, очень глубоко для того, чтобы максимум сделать все, чтобы все, кто приедут на вторые европейские игры, чувствовали себя комфортно. В 2015 году на первой Европеаде представители нашего региона добыли награды в борьбе, велоспорте и гребле на байдарках и каноэ. На 2019 год медальных планов пока не ставят, однако всерьез рассчитывают на вышеупомянутые виды. Спортсмены мирового уровня есть. Также вселяют надежды успехи гомельчан в боксе, дзюдо, самбо и карате. Взюшор номер 4 Гомеля планирует увидеть своих воспитанников не только в числе участников, но и призеров. Гимнаст Денис Санувонг член сборной страны и готовится выступать на Евроиграх в многоборье. Пока в резерве на 2019 году могут стать первыми номерами сборной страны по акробатике. Смешанная пара в составе Виктория Охотникова и Ильи Фоменкова, а также женское трио Анна Кацуба, Алина Кондюлева и Кристина Лешова. Кстати, девушки стали четвертыми на недавнем чемпионате Европы. Главная надежда Гомельской области в акробатике Артур Беляков. В конце октября в паре с брещанкой Ольгой Мельник он выиграл серебро континентального чемпионата. По словам спортсмена, защищать честь страны на таком форуме, как Евроигры, да еще и перед родными трибунами, престижно. Однако наперед не загадывает. Пока все мысли о весеннем чемпионате Белоруссии, чемпионате мира в Бельгии 2018 года. А потом уже можно серьезно думать о Минской Европеаде. Конечно, хочется выступить, представить страну. Будем работать. Я думаю, тут все-таки больше индивидуально людям. Но главное быть готовым хорошо. А если ты готов хорошо, то не особо разница, где выступать. Поэтому надо готовиться, самое главное. А уже дома или не дома. Конечно, стены помогают. Будем на это надеяться. Победителями европейских игр еще до их начала могут стать студенты Гомельского художественного колледжа. Правда, не в спортивной, а в культурной части соревнований. Художники участвуют в конкурсе по созданию талисмана игр. Легкость, простота и понятность, а также соответствие концепции игр. Олимпийский дух и купальские мотивы. Соблюсти все критерии непросто, однако Кристина Малых постаралась отразить их в своей изничке. Так зовут талисман. Фольклорные мотивы использовались, потому что нам нужно было в своей задаче объединить Олимпиаду и праздник купалье. И первоначально я думала взять талисманом какое-нибудь животное, которое бы связано было с Белоруссией. Но потом выбор пал на огонь. Он объединяет как Олимпийский огонь, так и огонь купальский. Там изображены венок с васильками. Василек – это наш национальный цветок. Мне хотелось бы, чтобы он помогал нашим спортсменам идти вперед и дальше в победе. А вот Карина Леонова из нескольких вариантов выбрала своего героя. А именно Лисун с хвостом, окрашенным в олимпийские цвета. Пластичный, красивый и спортивный зверь. Для меня все-таки мой элемент, мой логотип – это энергия и пластика. Я изначально хотела донести именно его. И поэтому было столько доработок изначально, которые в будущем превратились во что-то другое. Я брала какие-то дополнительные элементы. Это все смешивала. Это было достаточно сложно. Все равно Лисичка, она очень пластичная получилась и очень яркая. И это мне хотелось показать. Основная часть работы над потенциальными талисманами вторых Евроигр завершена. Осталось только сделать последние штрихи и отправить в Минск. Прием заявок на конкурс завершается 15 ноября. Максим Савин, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько. Новости недели. А теперь о наиболее значимых культурных событиях уходящей недели. В Гомеле с гастролями выступили артисты Республиканского театра белорусской драматургии. На сцене городского центра культуры они представили сразу два спектакля. Зрители увидели трагикомедию «Карьера доктора Рауса», повествующую о жизни Франциска Скорины, а также народную трагедию «Раскиданное гнездо» по пьесе известного белорусского классика Янки Купалы. Подробнее расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Цветы – символ любви и нежности, источник красоты и вдохновения. В Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена на уходящей неделе открылась выставка о цветах в цвете. Она представлена в рамках проекта «Живой автограф». Здесь можно увидеть оригинальные цветочные натюрморты, выполненные в технике масляной живописи и батика. В выставку составляют творческие работы членов Белорусского союза художников Арсения Дворонина и Ирины Даниловой. Образность, выразительность, удивительная гармония цвета и света авторы очень тонко передают состояние натуры. Глядя на представленные композиции, испытывая желание изучать их более детально, подмечая самые необыкновенные оттенки. Особый интерес для художников представляет царица цветов роза. Она словно расцветает и распускается прямо на глазах посетителей. На уходящей неделе в Гомеле состоялся областной этап Республиканского фестиваля творчества «Наши таланты. Тебе. Беларусь». Он объединил самодеятельных артистов, профсоюзных и ведомственных клубных учреждений. Всего около 700 участников. Они демонстрировали концертные программы продолжительностью до 30 минут, включающие различные виды и жанры художественного творчества. «Наши таланты» В Гомеле жюри возглавила известная певица, заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева. Финал Республиканского фестиваля творчества «Наши таланты. Тебе. Беларусь» состоится в конце декабря в Минске. Он завершится грандиозным голоконцертом с участием победителей всех областных этапов. В Гомеле на этой неделе с гастролями выступили артисты Республиканского театра белорусской драматургии. На сцене городского центра культуры они представили спектакль «Раскиданное гнездо» по пьесе известного белорусского классика «Янки Купалы». В центре постановки трагедия обычной семьи, которая должна покинуть свое жилье и вынуждена искать выход из этого затруднительного положения. Эта пьеса – одна из вершин белорусской национальной драматургии. Сюжет гениального произведения, написанного еще в 1913 году, актуален и сейчас. А Гомельский государственный цирк тем временем приглашает увидеть новую программу «Цирк-ревью» и шоу «Косолапых». Гостей ждут захватывающие трюки акробатов, воздушных гимнастов, жонглеров, а также выступления дрессированных животных, в том числе бурых медведей. Косолапые балерины – пожалуй, главные герои циркового шоу. Под руководством народного артиста России Гранта Ибрагимова они умело демонстрируют не только грациозные танцевальные элементы, но также выполняют зрелищный трюк, который не имеет аналогов в мире – проездку на гироскутере. Следующая неделя обещает быть не менее интересной. В картинной галерее Гаврила Ващенко состоится концерт лауреата международных конкурсов Елены Гастинской. В ее исполнении зрители услышат яркие джазовые композиции. Концерт в галерее пройдет в рамках творческого проекта «Муз-арт», организованного совместно с Гомельской областной филармонией. А тем временем в Желобинский государственный историко-краеведческий музей всех желающих приглашают увидеть выставку «Традиционная культура и побо-джелобиншины». К слову, в отдельные дни в рамках проекта здесь можно стать участником занимательного мастер-класса по изготовлению кукол-оберегов. И на этом все. С самыми интересными культурными событиями региона вас ознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова